Здравствуйте! Это новости из мира высоких технологий в студии Елены Ивановы. Архитектурная компания Mark Buffelt придумала удивительный дом, обитатели которого смогут с легкостью менять пейзажи за своими окнами. Загородная вилла Хаш-Хаш состоит из четырех прямоугольных секций, две из которых могут по нажатию кнопки подниматься на вершину 40-метровой башни и опускаться обратно. Конструкция приводится в движение 822-киловаттными моторами. Плиты перемещаются со средней скоростью 10 сантиметров в секунду и достигают верхней точки за 5 минут. Спуск занимает порядка 3 минут. В проекте предусмотрено также наличие 286-тонного противовеса, сделанного из стали и глушителей, не позволяющих секциям двигаться, например, в слишком ветреную погоду. Идея очень интересная, но пока не ясно, станет ли этот проект реальностью. Специалисты Европейской Южной обсерватории не перестают радовать нас фотографиями самых красивых и загадочных уголков Вселенной. Недавно они опубликовали новый снимок образования, известного как «Туманность кошачья лапка». Туманность кошачья лапка, или NGC 6334, находится на расстоянии 5500 световых лет от нашей планеты, рядом с центром Млечного пути. Такое специфическое название образование получило по причине схожести с гигантским следом лапы кошки. Размеры этой туманности составляют 50 световых лет. Первые упоминания о ней датируются 1837 годом. Тогда британскому астроному Джону Хершелю удалось рассмотреть лишь наиболее яркую часть образования. Даже несмотря на то, что в его расположении имелся самый мощный на то время телескоп в мире. Ну а последний портрет кошачьей лапки удалось получить посредством комбинирования изображений с аппарата Wild Field Imager в обсерватории в Чили. Причиной яркого красного окраса кошачьей лапки является свет от горячих молодых звезд, который подсвечивает водород. По мнению астрономов, туманность может включать несколько десятков тысяч звезд. Ну а далее о земных новинках. Компания Samsung представила очередную новинку. На сей раз производитель выпустил моноблок DMU200 с 20-дюймовым мультисенсорным дисплеем. Конечно, за последний год мы видели немало подобных устройств, но поддержка технологии Multi-Touch не может не радовать. Остальные характеристики новинки. Процессор Intel Pentium с тактовой частотой 2,2 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти, жесткий диск емкостью 320 ГБ, графическая карта NVIDIA GeForce и встроенный привод DVD. Моноблок работает под управлением операционной системы Windows 7. Стоимости и дата поступления в продажу, к сожалению, пока не анонсировались. Корейские ученые представили две новые модели робота в серии Maru с индексами Z и M. Подобно предыдущим версиям, эти роботы успешно продемонстрировали свои способности. Они приносили гостям чашки с чаем и извлекали тосты из тостеров. Версия с индексом Z отличается более скромными размерами. Рост робота составляет 130 сантиметров при весе 55 килограммов. Зато интеллектуальная часть обеих машин поражает своими возможностями. Чтобы ориентироваться в пространстве, они используют трехмерное распознавание объектов, а вычислительная часть выведена в отдельный компьютер, к которому робот подключен по обычному сетевому интерфейсу. Maru Z может узнавать людей, убирать в доме, загружать стиральную машину и даже готовить пищу в микроволновой печи. Правда, делает он это очень медленно. Реклама по-прежнему остается одним из самых распространенных и эффективных способов движения практически всех категорий продуктов, в том числе и в IT-сфере. Качественная и креативная реклама долго остается на слуху и обсуждается в тематических форумах и блогах. Этот свежий видеоролик с рекламой видеокарт, безусловно, можно отнести в разряд необычных и запоминающихся. Основной его посыл – легкость апгрейда видеокарты. Действительно, шустрая обезьянка самостоятельно справляется с этим процессом, лихо откручивая винты на корпусе один за другим. Это были новости из мира высоких технологий. Партнер программы – информационный медиапортал русхаб.ру представляет новости Дальнего Востока, программы, фоторепортажи, спецпроекты, новостной видеоконтент. Медиапортал русхаб.ру – каждый день эта возможность увидеть и узнать больше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова